Где-то около 10 месяцев назад, когда я только начал вести этот канал, я пообещал самому себе, что буду снимать подобные ролики, оставлять на канале вот такие чекпоинты, чтобы затем в итоге, если хоть что-то получится, можно было взять и отследить историю этого канала, вспомнить, как это было. И тогда, почти год назад, отметка в 10 тысяч казалась настолько нереальной, настолько недостижимой, что я даже и не мечтал о таких цифрах. Тогда, как и любой новичок, я мечтал набрать первую тысячу, ведь считается, набери тысячу и дальше типа будет легче. В то время я верил в это заблуждение и даже не спрашивал у себя, а, собственно, почему должно стать легче. И теперь я могу с уверенностью твердо сказать, нет, не становится легче. Дело в том, что ты привыкаешь к ютубу, привыкаешь к съемкам роликов. И ты заодно понимаешь, что ютуб это не Голливуд, здесь нет такого, что раз, снял и все прорвало, у тебя куча зрителей, слава, деньги и прочие атрибуты. Нет. К каждому рубежу ты идешь плавно и постепенно. Здесь нет такого. Это ютуб. Но это вовсе не означает, что авторство канала не приносит никакой радости, а отнюдь. В самые приятные моменты они приходят неожиданно, спонтанно. Когда ты листаешь ленту комментариев, видишь ваши слова поддержки или благодарности. Или когда открываешь ВК или Инстаграм или тот же Телеграм, видишь, что пишете спасибо за ролик, что помог разобраться или просто пишете вопросы, да, на которые я не всегда успеваю отвечать, но у меня на это есть решение, которое я сообщу чуть дальше, ближе к концу ролика. Вообще, хотел сказать вам просто спасибо, что поддерживаете. Это очень приятно. Да, заголовок этого ролика подразумевает, что я буду рассказывать историю канала и какие-то факты о себе. Так, типа, принято на юбилейных роликах. Но будем пока честными. Не пока вообще будем честными. Канал пока еще маленький. И у него не такая большая история, чтобы о ней рассказывать. А сам я пока ноунейм и не думаю, что моя личность вызывает какой-то интерес. А вот когда снимут первое разоблачение, вот тогда и будет это первым сигналом, что все, стал популярен, стал интересен и кто-то пытается на этом хайпануть. А пока просто статистика. Просто статистика. Она у тебя будет вот здесь на Телеком появляться, а я буду ее озвучивать. Некие вехи истории канала. 100 человек пришло на канал, когда я снял 14 роликов через 2 месяца от старта. 1000 человек пришло на канал через 5 месяцев и снял тогда 42 ролика. 10000 человек пришло на канал через 10 месяцев от старта и снял тогда 78 роликов. Сейчас на канале, по-моему, 81 ролик, это будет 82, не помню точно. И подписано сегодня уже 11463 человека. Вот такая стата. Много это или мало? Конечно, если сравнивать с кем-то, то это покажется, что почти ничто. Потому что у кого-то есть миллионы, десятки миллионов, даже сотни. Но для себя я давно уяснил, что сравнивать нужно только себя с собой вчерашним. И только так. Если бы я сравнивал себя с кем-то, то я бы даже не начал это делать. Зачем, если у кого-то есть миллионы, а у тебя ноль? Смысла в этом нет. Поэтому этот принцип работает не только здесь. Сравнивай себя только с собой вчерашним. Олдфаги этого канала, а такие и имеются, и это приятно осознавать, помнят, что одной из целей этого канала было попробовать узнать на своем примере, можно ли хоть чего-то добиться на ютубе, начав сейчас, в 2019 году, когда считалось, что все, дорога на ютуб закрыта, нечего здесь больше ловить. Как видите, как минимум 10 тысяч, а даже 11 набрать можно. Мы это доказали. Но мало кто знает, что моей основной целью было и остается просто создать нормальный канал, здесь, на ютубе, где кругом желчь, деград контент, трэш, псевдомотивация и разоблачение. Конечно, можно сказать, что публика требует, но стоит ли угождать с меньшим интересом публики и в итоге потерять себя, или же лучше просто оставаться собой, хоть и не быть таким популярным? По-моему, ответ очевиден. Планы на будущее и следующий чекпоинт. Следующий чекпоинт ставлю на отметке в 50 тысяч человек, потому что пока в эту цифру слабо верится. А что касается контента, то кроме роликов про консоли и про игры, планирую снимать ролики и про смартфоны, продолжать снимать ролики про смартфоны. Если помните, такие ролики были, и они даже неплохо зашли. Но проблема маленьких каналов в том, что они маленькие, и смартфоны достать довольно сложно. Но по возможности такой контент буду делать тоже, поэтому ждите, в ближайшие годы ролики про смартфоны обязательно будут. И последнее. Канал вырос, и это, конечно, положительный момент. Но есть и отрицательная сторона всего этого. По моим ощущениям, я становлюсь дальше от вас, от своей постоянной аудитории. Я вижу, что не успеваю отвечать на все ваши сообщения в ВК, или в Инстаграм, или в Телеграм. И я, честно сказать, уже скучаю по тем временам, когда мы просто общались на стримах метро или за фифашкой. И поэтому я создаю второй канал только под стримы. Как разговорные, так и игровые. Плюс смогу использовать темы, которые вы подбрасываете и вопросы в Инсте, или в том же ВК, как темы для стримов. Будет сам то. Поэтому, если я создал второй канал, то у тебя сейчас вот здесь появится на него ссылка. Появилась? Значит, уже создал. Заходи, может быть, даже первым подписавшимся. Уверен, народу будет немного, поэтому удастся просто комфортно пообщаться к старой доброй временам. На этом все. Спасибо еще раз за вашу помощь, за вашу поддержку. Совсем скоро увидимся. В том числе и здесь, и там. На новом канале. Давай. Пока. Спасибо еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok